На профилактику социального сиротства, на реорганизацию... Обзор событий Дней Жизни Округа в материалах корреспондентов телеканала Север в студии Антон Парахин. Здравствуйте! В начале выпуска коротко о главном. Детям здесь не игрушки. Кто виноват в том, что детские городки опасны для жизни, что делать? Денис Суховаров искал ответы. Наукой занимаемся. Научной темой ведет как сам заповедник, так и с привлечением российских ученых, так и международное сотрудничество. Нинецкий заповедник отмечает 15-летие. Своеобразный юбилей – повод подвести итоги работы и определить планы на будущее. Уже с детства надо закладывать позитивное и хорошее отношение вообще к народу. Что должен знать каждый житель Тундры и какой он? Настоящий нинец. Подробности в материале Валентины Чебичик. МЧС предупреждает. В Нинецком округе объявлено штормовое предупреждение на сутки с 19 часов 21 декабря. По округу ожидается перемена облачность, местами небольшой, умеренный снег, метель. Ветер юго-западной и западной ночью 7-12 метров в секунду, порывы до 30 метров в секунду. Ночью столбик термометра опустится до минус 23, при прояснении до минус 28. Днем чуть теплее, 10-15 ниже нуля. 22 декабря свой профессиональный праздник отмечают энергетики. Люди, которые обеспечивают энергетическую безопасность округа, трудятся над тем, чтобы в домах жителей региона всегда было светло и тепло. Губернатор Игорь Федоров поздравил всех сотрудников Нарьиноморской электростанции, оценил перемены, которые произошли на стратегическом объекте. Дмитрий Щипанов продолжит тему. Конца света сегодня, судя по всему, не будет. Недаром же он совпал с Днем энергетика. А если даже и будет, то работники электростанции знают, где этот свет включается. 22 декабря – профессиональный праздник работников энергетической отрасли. Несмотря на то, что отмечается он в субботу, многие работники Нарьиноморской электростанции встретят праздник на рабочем месте. Электростанция одна, работать она должна непрерывно. Принимать поздравления энергетики начали уже в пятницу. Настроение праздничное, но напряженное. Обычно к этому празднику проводим конкурсы профессионального мастерства, конкурсы детского рисунка, конкурсы фотографий. И в том числе на торжественном заседании отмечаем лучших работников и наиболее активных членов коллектива. Электростанция в этом году пережила серьезную модернизацию оборудования, новые распределительные устройства, своеобразный центр управления полетом. Главное достижение – стабильность работы. Если раньше кошка или крыса, случайно замкнувшая цепь, обесточивала весь город, то теперь без света остается лишь небольшой участок, а ликвидируется проблема гораздо быстрее. Поздравить энергетиков сегодня прибыло губернатор Ненинского округа Игорь Федоров. Для него этот праздник также профессиональный. Когда-то глава округа сам работал в этой сфере, получив профильное образование. Поэтому новое оборудование он изучает взглядом профессионала. На самом деле, да, вот это вот каркасное здание и вот это оборудование, на самом деле это определенный прорыв в надежности и бесперебойности снабжения наших жителей города Красного, Тельвицкий. По итогам года лучшие работники получили грамоты и ценные призы, а глава региона напутствовал весь коллектив. Главное не электричество, а люди. Безопасность на производстве превыше всего, особенно на таком важном объекте, как электростанция. Дмитрий Щепанов, Вадим Стасюк, Телеканал Север. В администрации НАУ прошло совещание, посвященное административной реформе. Чиновники обсудили переход системы оказания государственных услуг в электронный вид. Услуги переводятся на цифру поэтапно. Для каждой из них требуется своя технологическая карта. Поэтому министерство и ведомство переходят на систему межведомственного электронного взаимодействия. То есть чиновники будут сами запрашивать друг у друга необходимые справки, вместо того, чтобы отправлять гражданина по инстанциям. Власти озаботились идеей мониторинга качества тех услуг, которые уже оказываются в нашем округе. И нам был заключен контракт с открытым обществом центром межведомственного решения города Санкт-Петербурга по мнению на работу в организации проведения комплексного социологического исследования на территории Минско-Автономного оборудования, включая Наримар и ряд понаселенных комплексов на нашей территории. Осторожно, смертельно опасно. Такую табличку впору вешают на некоторые детские площадки в Наримаре. Очередной мониторинг показал в городе немало мест с небезопасными конструкциями, игровым оборудованием, которое нередко становится причинами серьезных травм у детей. Кто виноват и что делать в ситуации, пытался разобраться наш корреспондент Денис Суховаров. Вот эта с виду привлекательная детская площадка на самом деле смертельно опасна. На лестнице отсутствуют ступеньки, на дорожке зияют огромные дыры. Неудивительно, что родителей, глядя на играющих детей, нередко охватывает настоящий ужас. Площадка между домами 31, 33, 35 по улице Ленина в Наримаре уже стала черной меткой этого достаточно нового микрорайона города, который месяц уже здесь серьезные травмы получают дети. Жалуются в разные инстанции родители, а опасная площадка как стояла, так и стоит. Дедушка пришел, девочка, годика 3-4, наверное, девочка быстренько залезла туда, не сориентировалась, конечно, 4 годика, что разве сориентироваться с этими. Вот посмотрите, досок нет, и она провалилась. Дедушка схватил и быстренько пошли вот в эту сторону. Ну, я не могла, уже не выходила, что вот, что случилось с девочкой? Девочка заорала, она так орала, дедушка схватил в охапку и пошел. Такая площадка не единственная в городе. Так совсем рядом на Ленина 39 детский двор выходит на проезжую часть. Родители боятся отпускать на улицу детей. Очень хотелось бы, чтобы какие-то действия были, чтобы ее отремонтировали или нам поставили новую детскую площадку, чтобы не страшно было детей отпускать. Уполномоченная по правам ребенка Татьяна Гашева считает, что всему виной бумажная волокита. В рамках проекта «Опасный двор» сотрудники ее отдела оперативно проверяют любой сигнал. Однако дальше все идет очень медленно. Порой проходят месяцы, прежде чем предпринимаются какие-то шаги. А дети тем временем получают серьезные травмы. Бумажная волокита в основе лежит. Направляем обращение в администрацию. Администрация дает ответ, что это другая, что отвечает управляющая компания, служба заказчика. Служба заказчика отвечает, что нам на баланс не была передана эта площадка. И в результате страдают дети и взрослые. Вы видели, сколько там домов, значит, сколько детей. В Заполярном районе взаимодействие между соответствующими службами удалось урегулировать. И теперь там все проблемы решаются оперативно. В самом Наринмаре движение идет гораздо медленнее. И неизвестно, что именно должно стать причиной того, чтобы вопрос безопасности детей стал, наконец, решаться оперативно и качественно. Денис Суховаров и Антон Водряков, телеканал «Север». В Наринмаре прошла операция «Развиртуализация». Такое кодовое название имел первый окружной слет блогеров. Авторы, которые пишут неофициальные заметки-очерки о жизни в Нинецком округе, впервые смогли познакомиться друг с другом и обсудить вопросы и проблемы, которые у них возникают в интернет-пространстве. Сейчас известных блогов, которые рассказывают о жизни региона, все эти считаны единицы. Многие пользователи интернета даже путают Нинецкий с Ямало-Нинецким округом. Талантливые авторы публикуют свои заметки на непопулярных площадках и не имеют постоянных читателей. Основная задача, которую поставили на первом слете блогеры, рассказывать не просто интерес на жизни округа, но показать регион с человеческим лицом, чтобы все эти знали о НАУ и интересовались жизнью людей. Задача максимум нашего сегодняшнего слета – выявить этих людей, которые хотят писать, может быть, это будут потенциальные какие-то блогеры, которые смогут рассказать о нашем округе многогранно, составить такую общую картину. То есть я смотрю на округ своим взглядом таким позитивным, я бы даже сказала агрессивно-оптимистическим, но это мой взгляд на округ. Другой человек смотрит на жизнь и события по-другому. И вы знаете, что вот вся картина складывается из определенных пазлов. Если какого-то пазла не хватает, вроде как что-то недосказанное. Почти три с половиной тысячи иностранных граждан за 11 месяцев этого года въезжали на территорию Нинецкого округа, большинство с целью заработка. Основная масса – мигранты бывшей советских республик, а также партнеры из Франции, Вьетнама, Великобритании и других стран. Всего на территории округа зарегистрировано более 70 национальностей. Как они взаимодействуют и что еще нужно сделать, чтобы отношения между представителями различных этнических групп были максимально гармоничными, обсудили за круглым столом в городской администрации. Для снятия межэтнической напряженности, искоренению экстремизма, национальной розни и адаптации мигрантов в округе создана долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка общественных инициатив и развитие институтов гражданского общества». Она начнет работать уже со следующего года. Пока же для тех, кто прибыл в округ надолго, знакомят с традициями истории местного населения и законами Российской Федерации. Вопросы межнациональных отношений, они волнуют и отдел Федеральной миграционной службы, и общественно-консультативный совет, который создан при отделе. На заседаниях общественно-консультативного совета нами регулярно рассматриваются вопросы, связанные с отношениями, межнациональными отношениями и с исполнением законодательства со стороны иностранных граждан. Метко кидать тензей, быстро бегать и правильно считать оленей должен каждый житель тундры. И неважно, сколько ему лет, 60, 20 или 5. Валентина Чибичек узнала, какой же он настоящий ненец, побывав на празднике в детском саду «Радуга», где ребят знакомились с национальными играми и бытом ненецкого народа. Звуки бубна – национальный элемент, а потому в любимую совушку играет под такой аккомпанемент. Маленький Егор во время игры впервые узнал, что олени каждой семьи имеют специальные метки. По ним оленевод может отличить своих животных от чужих и вместе с остальными ребятами проделал нехитрые трюки. Начали бегать, прыгать и питать арками. Накормить семью и сохранить поголовье оленей – основная задача тундровика. Оленевод должен быть ловким, метким, чутким и внимательным. Организаторы праздника считают, что детям эти знания не только интересны, но и полезны. Уже с детства надо закладывать позитивное и хорошее отношение вообще к народу. Рассказывать о ненецком народе. Они видят оленеводов, и им кажется, что это чем-то таким необычным. А они будут знать, что это обычно, что тут живут оленеводы, живут жители тундры. А они, по сути, олени занимаются этим образом жизни. Это все очень нормально и хорошо, на благо нашего общества. Напоследок ребята сфотографировались в Панице и Савике – традиционной одежде ненцев. Это тоже хорошая возможность стать ближе к народу, живущему рядом. Государственный природный заповедник Ненецкий отмечает свое 15-летие. За годы существования на территории округа экологам удалось сохранить единственные в Европе равнинные субарктические арктические тундры и места обитания ценных видов растений и животных. Ведется и активная просветительская работа, привлекаются учащиеся школы. Слово Ирине Селеверстовой. Дельта реки Печора, Захарин берег, Болванский, Островной. Каждый из четырех участков заповедника Ненецкий находится за полярным кругом. Каждый из них омывается водами Баренцева моря. Общая территория впечатляет – почти 630 тысяч гектаров земли, включая заказник. 125 видов птиц, 15 из которых занесены в Красные книги России и Ненецкого округа. Здесь же обитают 27 видов млекопитающих и 42 вида рыб, три из которых редкие. А совсем недавно в заповеднике появился почти домашний бурый медведь. Косолапый сменил местожительство. С городской свалки переехал в большую просторную клетку. Своим появлением этот любимчик стал вдохновителем идеи о возведении мини-зоопарка. Он у нас появился в начале октября этого года, благодаря силам общественности города и округа. Мы надеемся, что в дальнейшем у нас будет развиваться это, и будут появляться все новые виды животных. И в дальнейшем как-то наладится процесс посещения этого зоопарка. Сохранение природных комплексов – основная задача заповедника. Здесь запрещена любая хозяйственная деятельность, будь то разжигание костра или рыбалка. Впрочем, охрана и борьба с браконьерством – далеко не полный перечень обязанностей сотрудников заповедника. Ученые приезжают сюда проводить исследования. Большое внимание уделяется контролю за численностью млекопитающих и птиц, а также мониторингу состояния природы. Мы практикуем как вахтовый способ, то есть, допустим, по два-три человека на территории заповедника находятся, так и выездной характер. Наукой занимаемся, научной темой ведет как сам заповедник, так и с привлечением российских ученых, так и международное сотрудничество. Экологическое просвещение – одно из важнейших направлений. Работа с подрастающим поколением ведется постоянно. Проводятся эко-кружки и слеты. Студенты проходят практику прямо на территории заповедника, а результаты исследований используют для написания курсовых и дипломных работ. Экологическая тропа у нас готова. Этим летом детский лагерь там проходил. Они, детки, ребята, участвующие в этом лагере, они помогали нам формировать эту тропу, то есть ставить интермонтированные шлаги. В общем, были первопроходцами этой тропы. Своё 15-летие сотрудники заповедника Ненинский отмечают в тесном кругу. Подводя итоги работы, подчеркивают, численность белочекой казарки увеличилась. Сейчас водоплавающая птица может освободить свою строку в Красной книге. Такие же показатели и у Атлантического моржа. Если 10 лет назад на лёжках их были единицы, то сейчас насчитывается до нескольких десятков особей. Ледовая арена города и посёлка Искатели ждут своих посетителей. Сейчас всех жителей приглашают на три открытых катка. Наш корреспондент Алена Валей тоже не смогла удержаться, надела коньки и опробовала лёд. Субтитры создавал DimaTorzok